Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первые видео авторынок. Если вы еще на нас пока не подписались, рекомендуем это сделать. На канале масса полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры в различных форматах. Ну а если вас интересует информация про конкретные автомобили в нашем наличии, либо, например, о лакансии, всю эту информацию уточняйте по ссылочкам, которые будут в описании под видео. Герой нашего сегодняшнего обзора это седан бизнес-класса, на который вы, скорее всего, будете обращать внимание при выборе, если Toyota Camry условно слишком дорога, а Honda Accord проблематично найти в живом виде. В сегодняшнем сюжете речь пойдет про третье поколение Nissan Tiana. И хотя этих автомобилей на вторичке не так много, как предыдущих двух вместе взятых, но они имеют место быть и зачастую привлекают ценниками. В следующие несколько минут обзора разберемся в плюсах и минусах этой модели. Встречайте, Nissan Tiana L33. Nissan Tiana в кузове L33 появилась в 2013 году, а окончательно снята с производства эта машина была только к 2020. Но на российском рынке цикл жизни локализованных Tiana казался короче 2014-2016 годы. Что касается гамма-агрегатов, на российском рынке эту машину предлагали с одним из двух вариантов бензиновых моторов. Объемом 2,5 литра на 173 лошадиные силы, либо 3,5 литра на 249 лошадей. Коробка передач здесь была безальтернативно вариаторная, но по типу привода эта генерация Tiana оказалась только с одной ведущей осью передней. Наш сегодняшний экземпляр 2014 года, выпуска под капотом 2,5 литра, 173 лошади, вариатор и пробег 100 тысяч километров. Nissan Tiana в любом из поколений это не маленький автомобиль. Третье не исключение. Длина кузова этого автомобиля 4 метра 88 сантиметров, ширина 1,83 метра, а высота 1,48 метра. Колесная база седана 2,77 метра, и это на самом деле больше среднего по меркам бизнес-класса. Однако назвать тяжелым этот автомобиль, пожалуй, нельзя. Снаряженная масса третьей Тианы всего 1480 килограмм. Радиус разворота седана 5,7 метра. Что касается толщины и качества лакокрасочного покрытия. Толщина краски на Тиане третьей генерации стандартная для большинства японских машин. Нижняя граница где-то в районе 70 микрон, а верхняя порядка 112-120, если говорить про заводской окрас. В плане качества покраски на самом деле есть к чему придраться. Лакокрасочное покрытие третьей Тианы далеко не самое стойкое. И автомобили в возрасте вполне могут иметь следы эксплуатации в виде скулов, царапин и так далее. Особенно если речь идет про автомобиль черного цвета. Такие машины периодически нуждаются в восстановительной полировке. Хорошая новость состоит в том, что кузов Тианы очень неплохо обработан. И гнизики машины отнюдь не торопятся. Хотя никакого слоя оцинковки дополнительной на кузове этого автомобиля нет. Обзор внутреннего пространства автомобиля начнем с багажного отделения. Его каталожный объем 474 литра. Но чисто визуально багажник третьей Тианы меньше по высоте, чем у ее предшественницы. Ширина проема в средней части 105 сантиметров. Задняя более широкая часть багажника 138 сантиметров. А узкая центральная часть 101. Погрузочная высота от фальшпола 48 сантиметров. А длина по полу 112. Если вам надо увезти какой-то длинный негабаритный груз в Тиане третьей генерации, вы можете сложить спинки заднего сидения. Сделать это получится, если отпустить фиксаторы при помощи соответствующих хлястиков в багажнике. В этом случае до спинки переднего сидения у вас будет где-то 1,90 метра. Ну а если попытаться грузить что-то типа плентусов до самой передней панели, рассчитывайте на погрузочную длину в 2,70 метра. Что касается дополнительных удобств по багажнику, как правило, седаны не балуют своих владельцев какими-то дополнительными ухищрениями здесь. И Тиана не исключение. Те самые ручки отпускания стопора сидений, плафон освещения сверху под полкой и фальшпол, под которым в нашем случае скрывается полноразмерное запасное колесо. Внутри него пенопластовая ниша со штатным инструментом. Что касается интерьера 3 Тианы, то по сравнению с предшественником он, конечно, оказался основательно переработан. И, надо сказать, переработан удачно. Что касается удобства размещения, то вопросов здесь, в принципе, нет. Как по самим креслам, они в меру жесткие, и при этом имеют выраженную боковую поддержку. Так и по части пространства. При моем росте 1,86 м, пространство над головой здесь остается достаточно. Подлокотники в удобных местах. Пользоваться ими можно без всяких проблем. Да и удобная посадка за рулем подобралась достаточно быстро. Даже в базовой комплектации у Тианы будет электропривод передних кресел. И диапазон регулировки на самом деле здесь весьма солидный. Если я полностью отодвигаюсь назад и вниз, то я полностью выпрямляю левую ногу в колени. Так что у рослых водителей с подстройкой здесь не будет каких-то проблем. То же самое касается регулировок волевой колонки. Хотя здесь она механическая, зато диапазон ее довольно-таки широкий. Еще стоит отметить комбинацию приборов. Центральное место в приборке Тианы третьего поколения занимает цветной экран бортового компьютера. Тахометр, спидометр и вписанные в них указатели температуры и уровня топлива располагаются по бокам. При этом шрифт крупный, приборы очень хорошо читаются. И стоит особо отметить белую подсветку, которая абсолютно не раздражает глаза и выглядит крайне приятно и эстетично. Что касается клавиш и прочих органов управления, то салон этой Тианы не перегруженными от слова совсем. Стандартный блок управления стеклоподъемниками, центральный замок, все это на подлокотнике. Кстати, даже у водителя на дверной карте есть крайне удобная ручка, за которую можно либо держаться, либо закрывать дверь. Здесь же пульт управления боковыми зеркалами, слева от руля яркость подсветки приборов, система стабилизации омывателей фар и кнопка открытия багажника, а также корректор и режим эко. Само рулевое колесо здесь непривычно тонкое по современным меркам, но оно имеет кожаную отделку, удобный профиль и укомплектовано полным набором клавиш. Левая сторона отвечает за бортовой компьютер и управление мультимедиа, правая за подключенный по Bluetooth телефон и круиз-контроль. Сама мультимедийная система может отличаться в зависимости от комплектации автомобиля. В нашем случае здесь маленький, но цветной при этом дисплей. Правда, конкретный экземпляр не оборудован камерой заднего вида. Полагаться приходится только на Parktronic с графическим отображением дистанции на экране бортового компьютера. Панель климат-контроль в данном случае решена абсолютно практично. Климат двузонный, левая и правая сторона регулируются удобными поворотными рукоятками, если говорить про температуру. Клавиши управления скоростью обдува, режимами, кондиционером. Все это тактильно различимо и довольно-таки крупное. Пользоваться удобно. Внизу у нас присутствует выставленный бархатом кармашек, в котором есть 12-вольтовая розетка, выход AUX, а также USB. Два подстаканника на центральной консоли справа от селектора коробки. Сам селектор здесь, кстати, абсолютно привычной формы. Клавиши подогрева в сидении, которые производитель к третьему поколению наконец-то вынес из бардачка в центральном боксе на видимое место. Также еще одна 12-вольтовая розетка. И третья розетка располагается у нас внутри центрального бокса, который, кстати говоря, довольно-таки глубокий. Причем имеет, если можно так выразиться, двойное дно. Основной бардачок у третьей Тианы по-прежнему глубокий. По старой ниссановской традиции, чтобы достать до его задней стенки, придется отрывать спину от сидения. Так что разместить туда можно много чего, а не только документы. Ну а внизу дверных карт присутствуют узенькие короткие кармашки, передняя часть которых отформована под бутылку с напитком формата 0,5 литра. В плане обзорности у третьей Тианы по современным меркам все обстоит неплохо. Несмотря на узкую линию остекления, назвать ее здесь высоко, язык не повернется. Боковые зеркала могли бы быть покрупнее. Они имеют скошенную форму и к ним потребуется попривыкнуть. Зато в этом автомобиле вы видите боковые габариты. Края капота выступают над линией передней панели. Сама панель здесь при этом высокая, лобовое стекло большое по площади, но имеет довольно-таки крутой угол наклона и из-за этого выглядит как амбразура. Ну а с парковкой задним ходом в данном случае помогают парктроники. Более старшие комплектации оборудованы камерой заднего вида, там вообще никаких вопросов нет. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается заднего дивана. Заднее сидение третьей Тианы оказалось внезапно куда более мягким в плане подушки, чем передние. Так что сидеть здесь вполне комфортно. Несмотря на то, что никакой регулировки спинки по углу наклона здесь не предусмотрено, сам по себе угол по умолчанию выбран весьма удачно. Заднее сидение плоское, так что три человека здесь разместятся свободно. Тоннель на полу присутствует, но не сказать, что его высота критична для удобства размещения среднего пассажира. Место под передними креслами, куда деть ступни, в наличии. Единственное, на что можно посетовать, это на жесткую тыльную сторону переднего сидения. И если бы оно было отодвинуто чуть дальше, я бы уже контактировал коленями именно с жестким пластиком. Напоминаю, мой рост метр восемьдесят шесть. Однако сейчас я сижу сам за собой и колени до сидения еще не достают. Запас пространства над головой неплохой. Подлокотник находится на месте, если говорить про дверную карту. По центру у нас также есть откидной подлокотник достаточной ширины с небольшим кармашком. Большой вопрос, для чего он здесь предназначен. И двумя подстаканниками, скрывающимися под декоративной крышечкой. В данной комплектации задним пассажирам, кроме собственных плафонов, освещения, ручек держаться до дефлекторов вентиляции особо ничего не положено. Но в более старших комплектациях на заднем ряду может быть интереснее. Под капотом Nissan Tiana 3-й генерации располагался один из двух вариантов двигателей. Объем 2.5 либо 3.5. В отличие от предыдущего поколения, здесь больше нет малообъемных V-образных шестерок. И двухсполовинчатый мотор теперь рядная четверка. КОР-25 ДЕ. Правда, в его последней модернизированной версии. Здесь алюминиевый блок цилиндров, два верхних распредвала, гидрокомпенсаторов нет, поэтому клапанные зазоры в случае чего придется регулировать самостоятельно. Зато есть уже два фазовращателя. Но впрыск топлива остался самый обычный распределенный. Привод газораспределительного механизма КОР-25 ДЕ цепной. Средний ресурс цепи до замены это что-то около 150-180 тысяч километров. Хотя у кого-то вполне возможно она отходит больше. Объем заливаемого сюда масла чуть больше 5 литров. Вязкость 5,30 либо 5,40. Что касается динамических характеристик, базовая ТЕАНа разгоняется до 100 км в час за 9,8 секунды. Что на самом деле уже неплохо и позволяет нормально держаться в потоке, а также совершать обгоны на трассе. При этом КОР-25 ДЕ отличается умеренным расходом топлива, а также неплохой надежностью. Ресурс этого силового агрегата порядка 300 тысяч километров пробега плюс-минус. Что касается характерных проблем, то если вы смотрите подобную машину с пробегом за 150 тысяч, будьте готовы к тому, что вероятно столкнуться здесь с расходом масла на угар. Как правило причиной тому являются подзалегшие маслосъемные кольца и затубевшие колпачки. Ускорить приближение масложора позволит перегрев двигателя, поэтому не забывайте следить за исправностью системы охлаждения и частотой радиаторов. Кстати, на КОР-25 ДЕ иногда подводят термостат. А перегрев здесь чреват также пробоем прокладки головки блока цилиндров. Кстати, есть еще один, хоть и не смертельный, но не очень приятный момент. У КОР-25 ДЕ пластиковая крышка клапанов. Соответственно, есть вероятность, что при перегреве мотора ее может так или иначе повести. Но чаще попадается проблема, связанная с попаданием масла в свечные колодцы. На другом автомобиле вы могли бы просто поменять комплект сальников с свечных колодцев, либо, как вариант, прокладку клапанной крышки. Но не здесь. У КОР-25 ДЕ сальники выполнены неразъемными с самой крышкой, и по задумке производителя менять вы их будете вместе с ней. А цена оригинала может кусаться в настоящее время. Однако, не стоит пугаться, варианты доработки крышки под сальники сторонних производителей, по большему счету, уже освоены. Старший по объему ВКУ-35 ДЕ в данном случае выдает 249 лошадиных сил и 313 ньютонометров крутящего момента. С V-образной шестеркой Тиана начинает полностью соответствовать имиджу автомобиля бизнес-классом. Этот двигатель работает тише, да и вибраций от него меньше. Естественно, положительным образом возросшая мощность сказывается и на динамике. К сожалению, на расходе топлива тоже. Ресурс ВКУ-35 ДЕ очень даже неплох, порядка 400 тысяч километров пробега. Но и этот мотор, хотя и относится к хорошим, надежным двигателям, может также расстроить появлением расхода масла на угар. Плюс ВКУ-35 ДЕ склонен закоксовываться у тех водителей, кто постоянно ездит по пробкам и крайне редко выезжает на трассу. Не забывайте периодически устраивать профилактический прохват. Однако, пожалуй, самая неприятная особенность ВКУ-35 ДЕ, с которой можно столкнуться на автомобиле с пробегом под 200 тысяч, будет выход из строя прокладок маслоканалов под лобовины, то есть под крышкой, прикрывающей цепи ГРМ. Самое неприятное, что о проблеме большинство владельцев подобных автомобилей узнают либо случайно, либо уже после того, как появился стучащий звук, либо из-под головки блока цилиндров, либо со стороны коленчатого вала, в зависимости от того, какая из прокладок вышла из строя первой. Прокладки эти сделаны из материала, напоминающего прессованный картон, и их срок службы где-то около 150-200 тысяч километров пробега. То есть живут они в большинстве своем меньше, чем цепь газораспределительного механизма, менять которую, как правило, не нужно еще на пробеге даже в 250 тысяч. Самое интересное, что если на ВКУ-37 ВЕЙШР прокладки маслоканалов выпускаются в ревизионной металлической версии, то на ВКУ-35 ДЕ подобных вариантов нет. Однако есть не заводские прокладки, выпуск которых, опять же, освоен на территории России. Подобные вещи можно заказать и заменить. Имейте в виду, что порог срабатывания датчика, сигнализирующего об опасно низком давлении масла, гораздо ниже, чем по факту значения давления, которое уже приведет к необратимым повреждениям двигателя. Статный датчик срабатывает на давлении 0,3, а это критично мало. Поэтому самые грамотные владельцы Тианы меняют датчик давления маслом на незаводской, который забьет тревогу где-то на отметке в единицу. Лучшим вариантом при диагностике подобного автомобиля перед покупкой будет прицепить манометр и замерить давление масла на холостом ходу. Таким образом, вы будете знать наверняка, выпадет на ваш срок владения подобная процедура, либо нет. Но, как вы уже сказали в начале, ВКУ-35 ДЕ в любом случае это крайне надежный мотор, и подобные двигатели выхаживают под 400 без капремонта. Что касается коробок передач, то с младшим двигателем здесь агрегатировался вариатор Jatka GF016E, а со старшим GF017. Обе эти коробки относятся к новому поколению вариаторных трансмиссий. В их конструкции больше нет степ-мотора, там используются соленоиды-регуляторы, и данные агрегаты не имеют модуля калибровочных значений. То есть, по идее, в случае чего, весь гидроблок придется менять в сборе. Также на этих трансмиссиях был значительно расширен диапазон срабатывания блокировки гидротрансформатора. Все ради экономичности и увеличения динамики. Соответственно, масло быстро загрязняется, и если вы хотите эксплуатировать подобный вариатор долго и счастливо, возьмите за правило менять фирменную ниссановскую жидкость NS3 раз в 40 тысяч километров пробега вместе с фильтром. Кстати, вариатор GF017, рассчитанный на большой крутящий момент, имел версию, где вместо ремня использовалась цепь, однако такие коробки устанавливались только на Nissan Murano. В 32-м кузове и Тианом такая версия не досталась. Цепная версия 017-й коробки от Jatka по ниссановской классификации именуется как RE0F10G, а версия с ремнем RE0F10E. И, кстати говоря, не забывайте подходить к диагностике вариатора со всей ответственностью, особенно если речь идет про Тиану с мощным 3,5-литровым мотором. А если вам повезло и вы купили подобную машину в хорошем состоянии с живой коробкой, возьмите за правило не топтать педаль газа в пол на холодную. Если температура на улице крайне низкая, обязательно прогревайте трансмиссию перед началом движения. Глядя на третью Тиану со стороны, можно смело предположить, что клиренс не самая сильная сторона этого автомобиля. Вооружимся рулеткой и посмотрим, насколько здесь все серьезно. Расстояние от асфальта до нижней точки, а в данном случае это металлическая нештатная защита моторного отсека, всего 10 сантиметров. Ну а если бы ее здесь не было, расстояние до подрамника составило бы где-то около 12 сантиметров. Резиновый брызговик находится на отметке 11 сантиметров от асфальта, а задний край переднего бампера в районе 16,5. Расстояние от асфальта до пластиковой накладки порогов за передним колесом 18,5 сантиметров. В задней части порога 21, а расстояние от асфальта до нижнего края заднего бампера 24 сантиметра. Так что в плане проходимости с Тианой нужно быть аккуратнее. Ни в коем случае нельзя пропускать высокое препятствие между колес. Что касается ходовой части, то по архитектуре подвеска этой машины традиционно для автомобилей бизнес-класса. Если говорить про японского производителя, поэтому передняя подвеска здесь простая, типа Макферсон. Шаровые опоры в данном случае выполнены вместе с рычагом и по задумке производителя меняются, опять же, вместе с ним. Крепление стабилизатора поперечной устойчивости сверху на подрамнике. Причем доступ к его креплениям здесь не сказать, чтобы особо удачный. Для замены втулок его, скорее всего, придется демонтировать и опускать. Из хорошего рулевая рейка на третьей Тиане крепкая. Ходит она под 150 тысяч километров до появления первых признаков необходимости ремонта, таких как люфты или стуки. Усилитель руля здесь электрогидравлический. Так что жидкостные магистрали в любом случае присутствуют. И осматривать рейку на предмет отсутствия подтеков нужно обязательно. Что касается антикоррозийной защиты, то на Тианах российской сборки она предсказуемо есть. И нанесена она здесь практически по всей площади днища и по порогам тоже. Так что какой-то дополнительной обработки можно, в принципе, и не делать. В задней части автомобиля мы видим топливный бак. Его объем здесь 68 литров. Сам бак пластиковый. Гнить не будет. Но имейте в виду, что никакой дополнительной защиты у бака нет. Задняя подвеска у 33 Тианы на рычагах. Соответственно, при покупке состояние сайлентблоков лучше проверить. Доступ к креплениям заднего стабилизатора поперечной устойчивости, само собой, хороший. Сам стабилизатор, в отличие от некоторых других автомобилей легковых, здесь имеет довольно неплохую толщину прута и очень короткие задние стоечки. Тормоза у Тианы 33 кузова в круг дисковые. И, кстати, наиболее слабым компонентом ходовки этой машины по праву считаются опоры передних стоек, которые могут запроситься на замену где-то на пробеге до 100 тысяч километров. Все остальное, включая сайлентблоки в передних рычагах и так далее, ходит за первую сотню. Таким мы увидели сегодня автомобиль Nissan Тиана в кузове L33. Это третье поколение модели. Конкретный экземпляр 2014 года выпуска с пробегом 100 тысяч километров. Мотор 2,5 литра, рядник четверка на 173 лошади, вариатор и передний привод. Если у вас была или есть до сих пор подобная Тиана, на которую вы накатали не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, все это пропишите в комментариях. Людям, которые думают покупать или не покупать такой бизнес-седан, ваш комментарий может помочь сделать правильный выбор. Ну а если заинтересовала конкретная машина, которая была сегодня на подъемнике, всю дополнительную информацию по ней, включая актуальную цену, уточняйте по контактному телефону. Он прописан в описании под видео, на нем есть WhatsApp, поэтому звоните, пишите, не стесняйтесь задавать вопросы. Если обзор понравился, оказался полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, какие автомобили вы хотели бы видеть в наших обзорах в будущем, ну а мы по мере возможности постараемся их добыть и отснять. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!